Да будет воля твоя, да будет слава твоя, да будет сила твоя на земле людей. Я в твои руки, Господь, я в твои ноги, Господь, Волосы будут твои, чтобы царство твое пришло. Я в твои руки, Господь, мы в твои ноги, Господь, И твое сердце бьется в наших сердцах, Наше сердце в твоем сердце, Господь. Мы благодарим тебя за этот благословенный день. Мы благодарны тебе, Господь, Что, Господи, по слову твоему, Мы можем, Господь, прийти на это место, как в свое время, Ты, Господь, показываем место сынам Израилевым, Чтобы не приходили на всякое место. А где ты, там, где, Господи, Собрание сегодня наше. Мы благодарим тебя, Господь, Что ты с нами, что ты здесь, Что ты среди нас, Господь. Мы благодарны тебе во всем этом многообразии, Когда ты в нас, мы в тебе, Ты здесь среди нас, Ты держишь нас в руке своей, И наши имена написаны на руках и в сердце твоем. Спасибо тебе, дорогой наш Господь, За присутствие твое, за помазание твое, За то, что ты, Господи, Как сказал, не оставлю и не покину тебя. Благодарим тебя, драгоценный наш, Любимый Господь. Спасибо тебе, дорогой наш Бог. Аминь. Слава тебе, дорогой наш Господь, Благодарим тебя, спасибо. Руки за ноги, Аллилуйя. Аминь. Садитесь, пожалуйста. И, вы знаете, я стою впереди И вспоминаю, Как я раньше, будучи еще молодым пастором, Так переживал, когда ты приходишь, Ты же больше, оно, как бы, знаете, В таком определенном состоянии Ты ориентируешься на внешнее. И, как бы, то, что видишь, И в этом, как бы, определенной оценкой Какого-то успеха, И ты так всегда переживаешь За то, что сколько людей пришло. Ты переживаешь, как там прославление, И вдруг новый человек придет, И как он на все это посмотрит. И вот стою, и мне так хорошо Присутствие в Господу. Вы знаете, какую картинку я получил? Я такую картинку получил о том, Что, вот когда тебе хорошо, И всегда какие-то внешние силы, Ну, дьявол сто процентов, Он хочет для того, Чтобы ты оглянулся, к примеру, назад И посмотрел. А что там позади? Аллилуйя. Когда тебе здесь хорошо. И вдруг ты, допустим, находишь, слушай, А вдруг, к примеру, Зал-то не просто полупустой, А пустой, к примеру, да, такой. И вы знаете, что мне сейчас Господь показывает? Он мне показал вот ты со своей женой. Аллилуйя. И слово, не оборачивайся назад. Смотри на Иисуса Христа. Потому что, знаете, Бывает так много оценщиков, Которые приходят для того, Чтобы оценить внешнее И пропустить внутреннее. Аллилуйя. Присутствие самого Господа Аллилуйя. Который, знаете, Проводит через определенные Такие нас пути, Когда мы с вами Начинаем зависеть от Него. Потому что, знаете, Бывает толпы. Бывает многолюдство. Но, ты заметил, Когда ты проходишь Далину Смертной Тени, Ты с толпой проходишь. Ну, да, одеваются люди. Ты проходишь один. Аллилуйя. И есть пророческое слово. Ты не останешься один. Аллилуйя. Я буду с тобой. Слава Богу. Самое главное. Аллилуйя. Поэтому, знаете, И почему Оза был убит? Потому что, знаете, Смотрел по сторонам. Контролировал все. Все ли правильно. Все ли на месте. Правильно ли ковчег несут? Хотя, вообще, в принципе, Бог его не допускал туда. Какое, говорит, тебе дело вообще до этого? Как несется ковчег? За него есть ответственные люди. И он слишком много смотрел по сторонам. Поэтому погиб. И жена Лота, Она обернулась назад. Может быть, даже посчитать. А вообще, сколько? За нами из города уходит. Я, глянувшись назад, увидела. Вообще, никто не выходит. Мы одни спасены. Мы одни выходим. А там дым как бы из печи. Там просто все взорвалось. И все сгорело. И до сих пор этот столб. Вот, когда приезжаешь в Израиль, показывают на этот столб. Правда, я так и понять не мог. Где там она? Ну, реально столбом стала. Понимаете? Поэтому смотришь на некоторых людей. Столб столбом. Даже не видно ничего человеческое. Почему? Потому что видят вот эту мертвую религию вместо живого Господа. Аминь. Слава Богу. Аллилуйя. И я, знаете, хотел бы вот так, некоторые такие картинки увидел. Картинки увидел. И, не знаю, с первых, с последних начать. Аллилуйя. Катя, ты знаешь, как вот есть такие вот женщины-амазонки такие в военном таком обличии. И ты какие-то вещи делаешь, такая прям, знаешь, как это аллилуйя, очень целеустремленная, очень такая, как вот знаешь, сфинкс показывают. Вот такое. У меня кот там тоже сфинкс. Сфинкс, брешь, правда. Брешь. И знаешь, Виталий, как бы, а Виталий так свободно, как бы вот так сидит, вот смотрит, вот бывает, затем и вроде как вот такое, ну типа, ну вот опять дай. Удивляется. Аллилуйя. И это такая во всем этом простота, легкость и расслабленность. Аллилуйя. Это как, знаешь, точно 31-я глава. Мур сидит у ворота. А жена выдает, выдает. А он сидит у ворота, во имя Иисуса, и в листа. Аминь. Аллилуйя. Тебя как зовут? Светлана. Светлана. Мы с тобой, по-моему, не раз виделись, да? Вот такое, да? Я недавно вспомнил. Знаешь, что? Прямо вот Господь показывает, как будто Он высветил тебя. И вот знаешь, вот кровеносная система есть, с головы до ног идет, но с одной стороны это дерево, с другой стороны, как бы вот Бог видит все в тебе. Ты как прозрачная. И первый такой момент, понимаешь, мы с вами, как бы, видимы в физическом мире, но точно так же мы не видимы в духовном мире. И вот знаете, когда, к примеру, вот дерево, оно стоит у берега реки, вы заметили, там у моря или у берега реки, и вот казалось бы, физически вот так дерево стоит, а туда смотришь, оно как будто вниз ногами. И Господь показывает вот эту глубину. Во глубине сибирских руд. Аллилуйя. Аминь. Храните гордое терпение, да? И Господь показывает, что в тебе есть глубина. Господь переживает за все твои вот эти именно глубинные вещи. Ему видно все. А у тебя все хорошо со здоровьем? Иди мы помолимся за тебя. А у тебя с кровью нету? Все хорошо? Нет. А ты можешь сказать, за что бы мы помолились? Ну, я так и понял. Аминь. И знаешь, Господь показывает, что вот именно, вот уже в глубине, то, что физически, физически, а вот именно как повторение, вот именно, вот этой твоей кровеносной системы, твоего организма, и там, как будто с одной стороны, Бог запустил какую-то, вот знаешь, как стирательную резинку. И она идет по венам, она идет по крови и просто очищает каждый сосудик. Каждый сосудик очищает. А потом пропадает, как будто очищает и сама стирается. Благодарю тебя, Господь, за ту работу, которую ты, Господи, прорудишь с этой благословенной, Светланы, которая имя, свет, свет во имя Иисуса Христа. И, Господи, я благодарю тебя за эту победу, за это исцеление, за это очищение, которое проходит прямо сейчас во имя Иисуса Христа, Его. И Господь показывает, что твое физическое, твое внешнее, оно зависит от этих глубоких вод, где Господь держит все в своей руке. Не теряйся, говорит Господь, не теряйся. Я все вижу, вижу все твои беды, вижу все твои слезы, вижу все свои проблемы. И ты вовремя пришла к престолу благодати для благовременной помощи и милости по имя Иисуса Христа. Будь исцелена, будь жива, будь радостна и будь здорова. Аллилуйя. 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 Санта Баши Тарарарарево. Аллилуйя. Если ты не потеряла Господа, ты не потеряла никого. Если ты не потеряла Господа, ты не потеряла ничего. Аллилуйя. Сейчас садись и просто смотри, Бог будет продолжать по твоим венам, идет у тебя, ты не понимаешь, какого-то запущенная, вот именно какая-то вещь она проходит, истирает, она освобождает. Аллилуйя. И исцеляет тебя. Просто идеи, может даже не слушать проповедь, и просто исцеляться, благословляться. Давай, судьба, на воене Иисуса Христа. Аллилуйя. Лена, я вот знаешь, почему ты увидел, вот знаешь, когда вот атомная электростанция есть, и там такой знак, там такие, три таких каких-то вещи, и там написано, что ну как бы опасна вот эта атомная энергия, короче. Вот на твоей маме, на твоей маме, тут пророчество, знак Мерседеса, на тебе вот этот знак, не подходи, слишком опасна. Аллилуйя. И через тебя, вот знаешь, как бы, вот это все, что инородное подходит к тебе, вот это знаешь, так вот, вот это атомное, оно трещит, как бы. Разряд процентов. Да. Разряд. И тебя даже, тебя боятся. Но это боятся те, кто, понимаешь, а с кем тебе быть и не надо, короче. Понимаешь, Аллилуйя. Поэтому на тебе знак, я даже не знаю, что лучше знак Мерседеса или знак не подходи, убьет. А такая вроде с виду милая, 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 красивая. Девушка, с виду красивая. Да. Да, Аминь. Да, Аллилуйя. Слава Богу. Поэтому, Божий разряд, слава Богу, святости, чистоты. Вот эта сила, она тянет. Тянет, но она убивает. Аминь. Аллилуйя. Убивает. Знаете, дорогие, это просто ведет меня к тому, что, помните, когда сыны Аарона, они пришли выпившие. А выпившие можно прийти из, понимаете, некое учение, которое не в тему и не вовремя. Учение, как типа ереси какой-то, объединенные, которое, оно может быть грех. И вы понимаете, они сгорели. И когда они сгорели, то очень интересно произошло. Первое, что Бог сказал, Моисея, вы не имеете права с Аароном разрывать свои одежды. Если вы священники, то вы должны священниками оставаться везде и всегда. Не важно даже то, что происходит в вашей семье. Аминь. Почему? Потому что, знаете, она заставляет жить то, что у нас есть духовные дети. Она заставляет жить то, что еще есть на нас ответственность в служении и ответственность непосредственно в церкви. И, но, значит, что я хотел обратить внимание, и он сказал, что в приближающихся, то есть, Господь сказал, вот именно с этой ситуации, в приближающихся ко мне, я священник. И, вот понимаете, я уже как это, Лена у нас как открытый такой портал, открытая дверь для этого. То есть, понимаете, то есть, именно в приближении Господа показывается его святость, понимаете. Тогда, когда мы подходим, мы понимаем, достойны мы или нет, понимаете. То есть, дело в том, что когда нас начинает трясти, то, понимаете, это какой-то некий звук, это как вечеря Господня, которая сегодня будет, которая проверяет нас, которая с одной стороны бояться не надо, а просто обратить внимание, а почему меня так трясет, а почему у меня все как будто, вот знаете, трясет так, как будто гайки, болты, просто отваливается и все разваливается. Значит, необходимо произвести, произвести какой-то ремонт, понимаете, предоставить Господу для того, чтобы Он нас скрутил, запоясал, закрутил и дальше двигаться с Ним в приближающихся ко мне я освящуся, веруя, слава Богу, поэтому каждое наше приближение, это очень серьезно, в молитвах, в поклонении, поэтому иногда, знаете, некоторые не выдерживают этих вещей, просто сбегают, понимаете, почему, потому что боязнь того, попасть под этот огонь и вот под эту славу и под эту святость, которую человеческий организм без Бога не сможет не держать. Аминь. И Света, иди за свидетельством, просто, я уже говорю, может быть, тебе, говорю, попроповедовать, и она говорит, у меня прям на сердце, вот, вспоминает историю, и говорит, она опять повторилась, это не спугни, не спугни Иисуса Христа, не спугни Духа Святого, и я такой, я когда она это говорила, несколько месяцев, лет назад, несколько, два года назад, она здесь сидела, плакала вообще, и я как раз проповедовал, у меня такое, знаете, стало, ну, как бы, ну, страх Божий некий определенный, почему? Потому что, когда жену Бог касается, чувствую очень серьезно, и она плачет, плачет, а мне сын до этого высылает, и потом она приходит, представит, говорит, я вижу, говорит, лицо Иисуса Христа, а мне сын скидывает, там, после этого, там какая-то девушка, она свидетельствует, ну, сестра во Христе, свидетельствует, о приходе, ой, кого же она, кого, образ, или видение Иисуса Христа, который там к мне пришел, что-то такое, прям, ну, раскрутили, это большое, а я сыну говорю, твоя мать, она вот, лицом к лицу с Иисусом Христом, говорю, вот, просто стоит и слово, не спугни, не спугни, и она так переживала, и как будто послание ко мне, не спугни, потому что, знаете, мы заметили, бывают такие вещи, когда мы, ну, бывает, нас срывает, или мы скатываемся, даже в проповеди, ну, к примеру, вот ты проповедил, проповедил по духу, а потом, допустим, что-то зацепило, как нечто выдал, вот такое, там, я не знаю, мне часто жена говорит, ну, ты чего опять так напрягся, глаза красные, короче, ты кому-то что порвать хочешь, или еще там, кого-то сказать, и вот она так переживала, и ты, наверное, мне говорил, не спугни Иисуса Христа, не спугни, а пугами совершенно другие. Пастор же все сказал, пастор же все сказал, это, да, воспоминания. Все эти там, мы снимаем, там люди смотрят, да, там, приезжали сюда, да, это было два года назад, мы приехали с пастором в очередной раз в родную церковь из Москвы послужить, вот, и получаем в духе не вовремя, не по расписанию, что-то еще, вот, и это было третий, словно вовремя, не по расписанию, внезапно. 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 Внезапность, не по расписанию, почтение чувствительных. Ну, давай, давай, да. И было служение воскресное. Был служение воскресное, был пастор Ярослав, был другой пастор, стоял, они говорили, потому что было, пробовать, и такое сильное присутствие пришло, я начала раскачиваться, У меня тело не удерживает в присутствии Божьем, кто видел в последнее время, у меня вообще такая раскачка идет, тело в присутствии Божьем. Я раскачиваюсь и плачу, глаза закрыты, и значит они вдвоем у нас здесь у алтаря, у меня слезы наполняют глаза, а я не могу глаза открыть, у меня как будто мешки наполнились, и у меня глаза открыть не могу, тело покачивается. И такое сильное присутствие пришло, я вижу, я вижу зал, значит, людей, вокруг них такие, как золотые, как круги, как спираль такая вокруг каждого человека, спираль. Потом вижу Иисуса лицом к лицу, так близко, так близко его лик, и прямо вот передо мной, передо мной, слезы у меня не останавливались. И внутри получаю, пастор Слав что-то громко тоже говорил, и у меня такой, не спугни, не спугни, а за второго пастора, который рядом стоял, молодой, что он несет, что он несет, вообще что он несет, закрой рот, закрой, что он несет вообще, вот такое пошло. И не спугни, не спугни, не спугни, не спугни Духа Святого. И я их не слышу, а она не слышит слова, что говорят, но слышу голос. Не спугни, не спугни, не спугни. И потом уже я пастор говорю, ты знаешь, вот такое было. И потом переживания свои рассказала, и вот на молитве в пятницу, в пятницу мы собрались, и что-то мы начали говорить о водопроводе, которую что-то у нас надо ремонтировать. И у меня так, опять, такое пошло. Но не спугните, не спугните. Вы собрались здесь в Святом Присутствии. Не надо, не надо о мерзких запотах обо всех вот этих вот, это не базар, это не балаган. Вы же на святом месте, то есть не спугните, не спугните. Драгоценный нам нужно бодрствовать. Время последнее, время пробуждения. Мы ревнуем, чтобы люди спасались. Приближающийся к Господу будет освящаться еще более. Святой да, освящается. Аминь. Нам очень нужно бодрствовать, нам очень нужно трепетать. Вот не трепет, сейчас в Израиле дни трепета. Нам нужно трепетать в присутствии Божьем, чтобы не болтать всякую ерунду, не болтать вообще лишние слова, ну какие-то вообще, ну трепет, трепет, святой трепет, пусть придет больше и больше в нашей жизни, в жизни наших телезрителей, чтобы мы трепетали в его присутствии, жаждали глубины святой глубины, потому что ну не время сейчас болтать о мирских заботах и ну пусть ваш язык, ваше сердце будет чистым, пусть огонь Божий, огонь Божий, этого уголька коснется уст наших, сердца нашего, чтобы очиститься, осветиться и прибыть в пробуждение, пробуждение в святом пробуждении Божьем. То есть не вспомните Духа Святого, драгоценный в ваших жизни, в ваших домах, где бы вы ни были, особенно когда мы собираемся на святом месте здесь все вместе. Аминь. Не вспомните Духа Святого. Аминь. Ну я тогда вот закончу тогда вот эту мысль, потому что для меня, когда значит не вспомни Духа Святого, не вспомни Иисуса Христа, у меня несколько таких пунктов стало. Это первое, внезапность, потому что с тем, с чем мы бываем, встречаемся, помните, Малагия 3 глава, о котором мы в начале этого года очень много говорили, проповедовали, что внезапно придет в храм свой Господь. И вот я посылаю ангела моего, которого вы ждали, за которого мы молились, но к которому, так скажем, как всегда не были готовы. Потому что мы молимся за пробуждение, и мы много об этом говорили, ожидаем. Ожидаем много всего того, что нам кажется это пробуждение. А оно началось совершенно другого. Ангел сел и начал, по сути дела, судить народ. Только царь Давид не понял, что суд это. Он слаще меда, потому что он защищает нас от греха, делает обор греху и в конечном итоге готовит нас к небесам. Вот это внезапность. И эту внезапность, потому что мы потом читаем Марка 1 глава, там прям так и написано. Начало Евангелия Иисуса Христа. Вот и посылай ангела моего, и вдруг этим ангелам оказывается Ангел Креститель, которого опять пропустили. Понимаете? Что в Малахии пропустили. И не то, что даже, знаете, и не хотели, потому что когда Бог начинает с тобой работать, то нам это неприятно. И вот и ангел Креститель, он там просто ехидно говорит, и там змея, да, там стал говорить. И его боялись, но в конечном итоге мы что заметили? Именно тот, которого Господь послал, за которого мы молились, который был во спасение к Израилю, тот, который для того, чтобы приготовить путь Господа, ему отрубили голову. Вот так. И это по внезапности. И вот я, потом второе слово, у меня из этого вытекает чувствительность. Я просто вспоминал, когда, по-моему, тоже вот эта серия, когда мы было, тут такое присутствие в Господа сошло. И, значит, а у нас, как обычно, ну, сейчас тоже позитивование должно быть, молитва за больных и так далее. Но, понимаете, мы бывает, знаете, как бы сказать, устакавились в определенной парадигме, и ни шаг вправо, ни шаг влево. И вот как раз, это, кстати, вот с семьей вообще Смолянниковых интересно получилось. Потому что, ну ладно, с Настей закончу. Она выходит, и, знаете, как опа, а просто поезд. Вот это раздельно мод, встать перед поездом, да. Помнишь, Настя, ты сказала о том, что, что-то я, по-моему, не в тему, да, вышло такое. И такое раз, и на самом деле вот такое было. Потом Женя ее в другое собрание. И говорит, как выйти? Ну, такое просто, ну, дуплет конкретно такое. И, говорит, слышу голос. Это потом, ну, после вышел, когда волна сошла. И мне, говорит, Господь слезал. Да там сегодня пальцы, короче. Вот такое. И вот в этих вещах мы должны быть очень чувствительными, понимаете. И поэтому, слава Богу, что мы их замечаем, но ведь часто мы их и не замечаем, да. Так вот, в исходе 12 главе там написано, кроме того, чтобы светильники ваши были, горящие посохи в руках ваших чудов, припояжьтесь. Почему? Потому что мы очень часто распоясаны. А Петр нам по-другому говорит. Если вам, ну, не доходит, что вам приплясать-то нужно? Некоторые почему-то это только к одежде, но думают. Но одежда это просто внешнее, ну, да, часто оно бывает, выражение нашей внутренности. Он говорит, припояжьте через ума вашего, как я недавно в чат скидывал о том, чтобы царь был в голове, чтобы чувствительность она была, потому что наш разум, он соответствует нашей душе, аллилоя, которая смиряется под то, что происходит в нашем духе. И потом третье слово приходит, не по расписанию, не по расписанию. И вот это не по расписанию, когда, знаете, казалось бы, все запланировано, но вдруг не по расписанию приходит поезд, не по расписанию. А как всегда, приду, говорит, как дать ночью, вот так, внезапно. А у нас уже все расписано, все расписано. Я как-то пример приводил, вот один случай такой, Но, конечно, когда должно быть все дисциплинированно, когда идет, ты должен расписать, конечно, свой день, неделю, год, чего достигнуть и так далее. Но бывают вещи, когда, знаете, все наперекосяк, когда, казалось бы, ничего не идет. И вот я там, значит, привез хорошее такое учение, как раз пастырские у нас эти, в Москве курсы были, и там, значит, вот это по поводу планировки и так далее, и все, короче, расписал, все сделал. Ну, я так скажу, там тоже с одним пастором, я говорю, давай вот это сделаем, а там реально, ну, короче, вещи от Бога было. И он такой, не-не, у меня здесь все расписано, я, как бы, это встреча, это, там, третья, четвертая. Ну, и в конечном итоге, я вот, как его знаю, уже много лет, он уже вообще не пастор. И недавно встречался с ним там в одной конторке, и в этой конторке, как в склепе, короче, таком, знаете, как в гробу, короче. И, думаю, даже разговор как-то не пошел и так далее. А у меня тоже расписал все раз, и батя ногу сломал. И у меня первое такое, а, все валится, короче, а мне батю везти в больницу надо. И я заметил, думаю, вот это я сына, внутри поднимается, батя ногу сломал. У вас не бывает таких мыслей, вот, ну, такой вот, вроде бы ты, как бы, правильно, а вот мысли приходят, ну, вот, приперся. Или там еще какие-то вещи, или еще какие-то дела. И ты просто, неужели это я? И ты, конечно, а, это не моя личность. Это что-то другое. Я просто в больнице стою, у меня, думаю, это сломалось. Это там его долго принимать. И потом, знаете, такой мир приходит. И, Господь, вот это то, в чем я стою, вот это самое главное. То есть отдать почитание, отдать честь, понимаете, именно тому человеку, который просто для тебя отец, понимаете. И вот такие вот дьяволы просто, ты же расписал день, вот это же пролетает. И мы, бывает, знаете, все распишем, и про самых дорогих, про самых близких можем, ну, забыть. И поэтому вот четвертое такое слово у меня выходит – почтение. Почтение – это вот то, что касается несполния Духа Святого. И вот в этом почтении, дорогие, помните, когда в Бытие 18 главе там стихов 10 написано, как Святая Троица пришла не по расписанию. Но Авраам сидел у шатра. И вот как в притчах в 8 главе написано, где можно найти Господа? На площадях, на перекрестках дорог, на улицах. И при дверях написано, понимаете. И вот это при дверях – это тогда, когда ты всегда на страже, когда ты всегда бодрствуешь. Тогда, когда твоя тайная комната, она всегда, то есть, понимаете, она никогда не устает. У тебя нет в Духе никогда субботы, нет никогда покоя. Это для души, для тела нам это необходимо. А здесь у тебя, и ты знаешь, что, к примеру, нет ответа на какую-то определенную молитву, но ты стоял в этой двери и говоришь, не-не-не, Иисус, ты не выходил, ответ не выходил. Ну, понимаете, почему? Потому что ты басешь, ты знаешь, что все значит нормально, все вовремя, потому что Господь знает, когда правильно. И вот представьте себе, не по расписанию они приходят, и что они, он делает? Он говорит, не уходите, он говорит, я сейчас козленка. Вот казалось бы, Богу вообще нужен козленок? Вот Святая Троица пришла, да, мы все человечества, конечно, они покушали, они показали. Но, с другой стороны, они вот так могли из камня хлеба сделать, и вот этот, и он принес им покушать. Точно так же, как это произошло с Гидеоном, точно так же, как это произошло с родителями Самсона. Они говорят, не уходи, ангел огня приходил, не уходи, прими жертву. И точно так же они остались. И вот представьте себе, было пророчество, дорогие, пророчество о том, что будет Исаак, что все будет хорошо. Понимаете, это же до этого все было. И вот почему есть категория пророчества, которая условная, тебе с пророчеством, но они условны. Если, и вот представьте себе, казалось бы, на тебе пророчество, и вдруг ты пропускаешь. Ну, у тебя не просписали, у тебя не расписались, три дядьки пришли, короче, не вовремя. Тогда что? Тогда под вопросом стоял Исаак. Под вопросом были звезды и песок. Понимаете? Аминь. Ну, слава Господу.